iSchool линзы Rodenstock Impression Mono Plus 2 – однофокальная индивидуальная линза с поддержкой аккомодации. Линзы Impression Mono Plus 2 от Rodenstock относятся к категории Perfection, то есть категории индивидуальных линз. Вообще, должна вам напомнить, что линза Impression Mono является первой в мире однофокальной индивидуальной линзой, сделанной по технологии Freeform. Ниже в таблице вы видите, что Impression Mono Plus, то есть Impression Mono с поддержкой аккомодации, представлены как в чистом виде, так и в версии Road с величинами адидации или поддержки аккомодации в 0.5, 0.8 и 1.1 диаптрии. Этот слайд демонстрирует различия при длительной работе с компьютером или другими электронными гаджетами, однофокальных линз и очков с линзами Impression Mono Plus 2. Выражение лица этих людей говорит само за себя. Линзы Impression Mono Plus 2 от Rodenstock относятся к категории Perfection, как мы и говорили, то есть являются индивидуальными. Это означает, что они рассчитываются по положению линзы в оптической системе линзы глаз. Такой подход к расчету и созданию дизайна линзы позволяет использовать весь зрительный потенциал каждого заказчика полностью. Вся система зрения анализируется по множеству параметров. Эти параметры измеряются индивидуально и затем вносятся в формирование дизайна линзы. Результатом такого подхода являются очень высокие оптические свойства, которые гарантируют качество зрения вплоть до самого края линзы за счет увеличения полей зрения. Давайте посмотрим, благодаря каким научным достижениям достигается такое высокое качество зрения. Каким образом учитывается закон листинга в линзах Impression Mono Plus 2? При движении глаз вращательный момент приводит к изменению угла зрения. В результате при зрении через астигматическую линзу меняется реальное положение оси цилиндра для каждого направления взгляда. По этой причине часто боковое зрение и зрение вблизи в астигматических очках заметно хуже, сроки привыкания к ним больше. Роденшток учитывает естественное движение глаз при расчете линз с учетом закона листинга не только для дали, но и для близи. А затем, благодаря технологии Freeform, меняет направление оси цилиндра по линзе в зависимости от угла зрения отдельно для правого и отдельно для левого глаза. В результате мы получаем самое лучшее зрение в астигматических очках даже в случае высоких значений цилиндра при астигматизме. Вторым важным научным достижением является учет аберрации высоких порядков и зрачковой реакции в конструкции линзы. Роденшток разработал специальный алгоритм, позволяющий рассчитать наилучшую сферу цилиндрическую коррекцию для каждой зрительной точки на основании данных аберрометрии. Для этого каждый пациент измеряется на ДНС-сканере и субъективные рефракционные данные для зрения вдаль и вблизь включаются в конструкцию линзы. В результате четкое и контрастное зрение при любой коррекции для любых условий. Напомню, что холок глаза – это аберрации высших порядков, которые значительно ухудшают качество изображения. В том случае, если в вашей оптике нет аберрометра ДНР, вы получите линзу, конструкция которой будет рассчитана на основе большого количества объективных данных измерения пациентов. Очень важным параметром, отличающим любую линзу семейства импрешен, является учет индивидуальных особенностей посадки оправы на лице. Каждое лицо уникально, так что посадка оправы также очень индивидуальна. Роденшток рассматривает для каждого заказчика положение оправы на лице, которое описывается индивидуальными параметрами и затем в процессе оптимизации линзы включается в ее дизайн. В результате лучшие оптические свойства и комфорт зрения, независимо от оправы и антропометрических особенностей заказчика гарантированы. Перед нами слайд, который рассказывает о целевых группах. В первую очередь надо сказать, что целевые группы для линзы импрешен моно плюс 2 это молодые люди, это люди до пресбиопического возраста. На первом месте, конечно, стоят гиперметропы, поскольку их аккомодационный аппарат изнашивается в течение жизни гораздо быстрее. Также в этих линзах нуждаются астигматы, поскольку два фокуса, которые присутствуют при астигматизме, крайне нагружают аккомодационный аппарат. Пресбиопы до 48-50 лет также составляют большую целевую группу. Естественно, миопы, которые составляют самую большую, самую многочисленную группу, но при условии исследования их бинокулярного зрения. Еще одну большую группу составляют имитропы. Люди, которые не носят очки, но тем не менее имеют жалобы, подвергают свои глаза значительным нагрузкам. В этом случае моно плюс 2, опция поддержки аккомодации, снимет напряжение глаз при работе на коротких расстояний. Линза воспринимается как простая однофокальная, благодаря особому дизайну и расчету поверхностей. Безусловно, такие очки с линзами Impression Mono Plus 2 помогут присбиопам отдалить срок покупки прогрессивных очков. Эта линза доступна в вариантах P05, P08 и P1.1 с поддержкой аккомодации в 0,5 диаптрии, 0,8 диаптрии и 1,1 диаптрии. Перед вами так называемый плод линзы Impression Mono Plus 2 или диаграмма распределения значений рефракции. Вы видите, что действие опции Mono Plus заключается в дозированной поддержке аккомодации в виде увеличения преломляющей силы только в нижней части очков. Это выгодно отличает все линзы Rodenstock с функцией Mono Plus, поскольку обеспечивает больше удобств при вождении автомобиля. Коррекция такого типа будет способствовать компенсации нарушения состояния аккомодационного аппарата у молодых и, с другой стороны, повышению работоспособности вблизи у людей начального пресбиопического возраста. Перед вами слайд, который показывает, как работает Mono Plus. Слева на картинке мы видим зрение в очках без поддержки аккомодации. Заметное увеличение четкости без напряжения аккомодации при пользовании смартфоном демонстрирует картинка справа, изображающая зрение в очках с линзами Mono Plus. Маркировка линзы Impression Mono Plus 2 аналогична маркировке на линзах Impression Mono 2, однако гравировка позволит совершенно четко определить ее тип и наличие и размер поддержки аккомодации. Для этого мы с вами в гравировке должны найти в височной части линзы дополнительное обозначение, которое будет выглядеть в виде размера поддержки аккомодации. Цифры 1.1, 0.8 или 0.5, соответствующие величине поддержки аккомодации, которые последуют за знаком плюс, обозначающим наличие функции Mono Plus. Перед вами каталог рецептурных линз Роденштоп. Линзы Impression Mono Plus 2 мы с вами найдем в разделе каталога 9, посвященном однофокальным линзам. Следующие несколько слайдов расскажут нам, как выбрать правильную добавку в линзах Impression Mono Plus 2. Для того, чтобы определить идеальную величину поддержки аккомодации, мы рекомендуем использовать демонстрационный набор Роденштоп, который включает в себя люнеты с линзами плюс 0,5 диап 3, плюс 0,8 диап 3 и плюс 1,1 диап 3, соответствующие величинам поддержки аккомодации в линзах с разгрузкой аккомодации опции Mono Plus 2. Ваши клиенты могут легко на практике выбрать наиболее удобную для них величину поддержки аккомодации. В том случае, если клиент не определился между двумя значениями, мы рекомендуем выбирать более низкое значение адидации, которое показалось ему комфортным при пользовании. Эти люнеты следует прикладывать к коррекции для дали или к имеющимся у вашего клиента очкам для дали. Один из самых распространенных способов определения правильной величины добавки в линзах с опцией Mono Plus – Кушап-тест. Тест проводится монокулярно с коррекцией для дали. Воспользуйтесь аккомодационной мишенью. Приближайте пациенту аккомодационную тестовую мишень до тех пор, пока он не перестанет четко ее видеть. Мы с вами нашли ближайшую точку ясного зрения. Измерьте это расстояние от угла глаза. Затем удаляйте мишень от пациента до тех пор, пока он не увидит ее снова четко. Отметьте и это расстояние. Оба значения не должны различаться больше, чем на 1-2 см. Следует повторить удаление приближения до положения четко-нечетко 2-3 раза для объективности полученного результата. Затем переведите полученное расстояние до положения четкого зрения в диоптрии, как 100 разделить на это расстояние в сантиметрах. Сравните полученное значение амплитуды аккомодации, а именно ее мы с вами таким образом определяем, с возрастными нормами. Перед вами возрастные нормы амплитуды аккомодации. Справа всем известная таблица Дондерса, которая приписывает возрасту примерное значение амплитуды аккомодации, которой глаз должен обладать. Более тонким и практичным методом является расчетный метод. Воспользуйтесь формулой минимальной амплитуды аккомодации. Ее вы определите как 15 минус возраст 3 на 4. Измеренная вами амплитуда аккомодации не должна быть меньше, чем минимальная амплитуда аккомодации. В том случае, если значение их сравнимо или амплитуда аккомодации вашего пациента меньше, назначение МОНОПЛЮС строго рекомендовано. Правильную величину добавки в линзах импрессион МОНОПЛЮС-2 можно определить с помощью наших возрастных диаграмм. Линзы МОНОПЛЮС-2 – это оптимальное решение для перехода однофокальной коррекции к прогрессивному дизайну. Они предлагают поддержку зрения вблизи, особенно при использовании цифровых устройств. Линзы с опцией МОНОПЛЮС-2 облегчат ситуацию потребности зрения вблизи у тех, кто носит пресс-биопические очки, предлагая им более позднюю замену очков на прогрессивные. Ниже вы видите по возрастной диаграмме, какое значение кандидации или поддержки аккомодации следует делать в каком возрасте. В возрасте до 32 лет поддержка аккомодации в 0,5 диаптри будет достаточно. Возраст 28-40 лет может потребовать как поддержки аккомодации в размере 0,5 диаптрий, так и 0,8 диаптрий, в зависимости от измеренной амплитуды аккомодации. В возрасте 36 лет и старше, скорее всего, понадобится адидация в 0,8 диаптрий. Ну и уже в возрасте 43-48 лет мы рекомендуем использовать линзы с адидацией 1,1 диаптрий. Вы видите, чем старше ваш клиент, тем большая добавка требуется для разгрузки аккомодационного аппарата. Перед вами пример назначения. Ирине 47 лет. Она торговый представитель, ездит к клиентам, работает с ноутбуком. Дома ее увлечением является дача, садоводство, уход за руками, дети и, конечно же, шопинг. Предыдущие очки однофокальные, биосферические, поскольку у Ирины достаточно высокая миопия. Рецепт минус 6,5 диаптрий для правого глаза и минус 5,75 диаптрий для левого глаза. Вы видите, что Ирина выбрала определенную оправу. У нее есть целый ряд четких требований. Ее очки должны быть легкими, насколько это возможно. Оправу выбирают только эту. При этом посадка оправы на лице, как мы видим из данных в таблице, нестандартная. Ирина жалуется, что ее шея часто напряжена и трудно концентрироваться в течение длительного времени. Для мелкого текста предпочитает снимать очки. После работы, когда ее спросили, есть ли у нее какое-то хобби, которое было бы удобно делать в прогрессивных очках, говорит, что сил не остается, может быть, только почитать. Вот такой набор требований у нашей с вами клиента. Конечно, понятно, учитывая выбранную оправу и нестандартность ее посадки, предложить ей линзу Impression Mono с поддержкой аккомодации Mono Plus 2, показатели преломления 1,67, для того, чтобы линзы были максимально тонкими, а очки максимально легкими, с эдидацией 1,1 диаптрии, что соответствует возрастным нормам. Установка линзы Impression Mono Plus 2 в оправу осуществляется по правилу прохождения оптической оси линзы через центр вращения глаза. Поэтому мы с вами должны предварительно произвести разметку положения центров зрачков в естественном положении головы при взгляде прямо и вперед. Ссылочная точка для дали должна быть опущена по правилу центрирования однопокальных линз с учетом пантоскопического наклона на рисунке. Установочная высота минимальная 14 мм обозначена уже после понижения положения центровочного креста. Если вы измеряете установочную высоту от центра зрачка до нижнего края оправы, ее значение должно быть не менее чем 16-18 мм. При центрировании следует выдерживать монокулярные значения PD. Перед вами параметры заказа линзы Impression Mono Plus 2 от Rodenstock. Нам с вами необходим рецепт для дали. Напомню, что это очки по назначению для постоянного ношения. Размер поддержки аккомодации из ряда 1,1, 0,8 или 0,5 диап 3, Поскольку Impression Mono Plus 2 является индивидуальной линзой, пожалуйста, измерьте все индивидуальные параметры посадки и занесите их в бланк заказа. Укажите, пожалуйста, материал линзы. Она изготавливается из пластика от 1,5 до 1,74, включая все фотохромные версии, требуемый диаметр, покрытие и тонировки. Проверяя диапазоны изготовления на странице каталога, убедитесь, что в ваш рецепт укладывается диапазон изготовления. Однако от себя хочу добавить, что рецептов, которые бы вышли за пределы возможностей изготовления линзы Impression Mono Plus 2, очень немного. Цилиндр в этих линзах может быть до 6 диап 3. При необходимости также можно заказать и большую величину цилиндра. В материалах 1,67 и 1,74 диапазон изготовления линзы Impression Mono Plus 2 составляет от минус 18 диап 3 до плюс 13 диап 3. Такого широкого предложения, таких возможностей, вы вряд ли найдете у других производителей. Каждые очки с линзами Impression Mono Plus 2 с покрытием семейства Solitaire имеют видимую торговую марку. Для того, чтобы получить видимую торговую марку Rodenstock, вам необходимо привести форму правой линзы, ее размеры, а также данные центрирования. Итак, подведем итог. Каковы преимущества линзы Impression Mono Plus 2 от Rodenstock? Главным преимуществом является четкое зрение и поддержка аккомодации на физиологическом уровне. Это, возможно, лучшая альтернатива однопокальным линзам для современных пользователей цифровыми устройствами. Это самые большие из возможных поля зрения и высокий комфорт благодаря индивидуальности конструкции и дизайну, специально разработанному для поддержки разгрузки аккомодации. Сниженные аберрации и уменьшенный эффект искажения формы и размеров предметов для случаев высоких рефракций, астигматизма и косоглазия в диапазоне рефракций от минус 18 до плюс 13 диаптрий. Цилиндр до 6 диаптрий входит в стоимость линзы. Линзы демонстрируют отличную адаптацию при первичном назначении очков. Это довольно сложная целевая группа для врачей и оптиков. Эти линзы позволяют выбрать понравившуюся оправу даже при очень сложном рецепте и крайне нестандартной ее посадке на лице. Широкий выбор материалов, включая фотохром, Clomatic IQ 2, Clomatic IQ Sun 2 с начальным затемнением, новейший материал для защиты общего здоровья Pro 410. Огромное предложение тонировок и покрытий, включая специальное покрытие для работы с цифровыми устройствами Solitaire Protect Balance 2. Подробную информацию уточняйте по телефону горячей линии, адресам и телефонам, представленным на слайде. Можете ее найти на сайтах Redunstock.ru, Avito.ru, в Instagram, на Facebook и в YouTube.